Друзья, всем привет! Ну вы же еще помните, конечно же, все эти истории про Липецкую фабрику, торговлю на крови и остальное, да? Вот послушайте, что об этом тогда рассказывал нам 95-й квартал. Только я не продал грошен. А знаете, почему? Потому что жалко. Многие мне говорят, йоу, продай свою фабрику. Подожди, брат, подожди. Моя фабрика для меня как мама, другими словами, мазеффабрика. Ну вот, а теперь новость. 25 января на российском телеканале СТС в федеральном канале стартует Лига Смеха. Лига Смеха, друзья, она была создана студией квартал 95 и еще какой-то там компанией Drive Production. В общем, это бизнес Владимира Зеленского. Знаете, если вам сейчас кто-то начнет рассказывать, что он здесь ни при чем, а при чем здесь и он, он же все права передал Шефиру, своему первому помощнику, кстати говоря. Шлите их всех подальше, потому что за 2020 год Зеленский получил там практически 5 миллионов гривен роялти от 95 квартала. То есть он будет у нас с вами получать деньги от того, что на российском телевидении крутится его продукт Лига Смеха. А что такое российский телеканал СТС? Это канал просто пропагандистский первый канал развлекательного только формата, потому что 75% его принадлежит ВТБ банку, государственному российскому банку. Генеральный его продюсер Мругов, он в базе Миротворец, он занимался легализацией аннексии Крыма и остальными делами. И вот сегодня на телевоканале стартует шоу нашего, друзья, нашего, да, как не грустно это говорить, президента. Кстати, они открывались раньше в Израиле и в Азербайджане, заявляли об открытии международных представительств, но как-то о России говорить стеснялись. Но вот дело дошло и до России. Друзья, скажите мне, это уже торговля на крови или еще нет? Вот что еще нужно сделать, чтобы можно было сказать? Помните, как на президентских выборах выяснилось еще во время кампании, что у Зеленского три кинокомпании, зарегистрированных в России, наформленные на кипрскую офшорку? Помните сериал «Сваты», который, бог знает сколько лет там крутится на российском телевидении? «Слуга народа», который тоже уже права куплены на российском телевидении. Вот теперь у нас «Лига смеха». В общем, друзья, все это, знаете, от всего этого, конечно, не до смеха. По-моему, это красная черта. Друзья, держим строй.